Несколько слов главному тренеру Moscow United перед игрой. Марат, подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете готовность команды к чемпионату, к новому сезону? Ну, у нас было не очень много времени на подготовку, так как команда молодая. У нас была возможность тренироваться только на открытых полях. Соответственно, мы начали тренироваться где-то в середине апреля. Старт чемпионата достаточно ранний, 6-го мая, 7-го мая. Поэтому у нас было порядка 8 тренировок, чтобы подготовиться к первой игре. Но дальше у нас идет хороший график, хорошее расписание. То есть следующая игра у нас 20-го. Я думаю, каждой игрой мы будем прибавлять все больше и больше. Ключевые игроки в команде все играют? Ну, есть несколько игроков, которые не будут участвовать в игре 7-го числа по семейным, скажем так, причинам. Но команда задорная. Я думаю, что все, кто встанет на место отсутствующих игроков, нисколько не ослабят наш коллектив. А подготовкой вообще к самого чемпионата, организационной, как вы считаете? Ну, мы, я считаю, идем в правильном направлении в развитии нашего любви и любви до спорта. Вот, и интересный внутренний чемпионат, скажем так, по правильной схеме, как это должно быть, естественно, как бы это только радует. Поэтому есть небольшие какие-то погрешности, но мы, можно сказать, и молодой чемпионат в новом, скажем так, свете. Вот, поэтому будем двигаться, будем работать. Всегда собираются собрания, то есть какие-то проблемы команды, они обсуждаются, ищутся пути выхода. Часто у нас сейчас спрашивают по поводу того, есть ли какая-то возможность приходить новичкам и каким-то образом заниматься вместе с командой или тренироваться. Как вы считаете, что-нибудь изменится в будущем? Появится у людей такая возможность заявлять себя в команды? Такая возможность появится, есть несколько проектов, допустим, летом есть мысль делать такие небольшие тренировочные лагеря для добровольцев, на которых будут тренера разных команд, и, соответственно, если игрок заинтересует кого-то, его могут пригласить. В основном все это связано как бы с тренерским составом. То есть если в детском футболе тренером может быть игрок взрослой команды, то во взрослом футболе это либо играешь тренер, как я, либо это должен быть человек, который уже ушел на пенсию и посвятил себя тренерской работе, либо изначально специалисты, как тренер, которых у нас на данный момент мало во всем чемпионате. Не только в нашем клубе, я думаю, во всех остальных тоже. Еще такой вопрос. Ребята сейчас капитаны рассказали мне, что планируется создание детских команд, как Москва Юнайтед. Да, да. Ну, ребята, как говорил, очень задорные, молодые, амбициозные, и они же вышли, скажем так, из сборной, поэтому назвались Юнайтед, и они все прекрасно понимают, что за ними будущее, да, пускай сейчас они еще молодые и слабенькие, но через 2-3 года они заматереют, закабанеют и станут как бы сильнее, вот, и они прекрасно понимают, когда они научились играть в футбол, в каком возрасте, если они хотят, чтобы в команду Юнайтед приходила одаренная молодежь, вот, подготовленная, то это нужно начинать с детского возраста, и они решили сделать свой клуб Юнайтед и тренировать его. И у меня последний вопрос, как раз по поводу детского футбола, я его задаю всем, потому что пишут, часто спрашивают, что агитируемый теоамериканский футбол, травматичный вид спорта, вот, как вы считаете? Ну, я могу к своим примерам сказать, как игрока, то есть у меня за всю мою карьеру, ну, из таких, я считаю, серьезных, это мизинец, вот, ну, привычный вывих, а так все травмы, если, да, у нас, как бы, вид спорта контактный, но если ты свое тело подготовил к контакту, то травм не будет, вот, и могу еще сказать, как тренер детских команд, в основном травмы происходят из-за того, что дети начинают баловаться, вот, если есть дисциплина в команде, если есть тренер, который правильно обозначает нагрузку, дает, вот, то травмы не более, чем в каком-либо другом виде спорта, я считаю, уж явно не больше, чем в обычном, там, сокере или в хоккее. Все, спасибо огромное, удачи завтра на игре, всего самого лучшего. Продолжение следует. Точно.